Христос воскрес! Вчера пост у нас нам есть в деревню натолкнул меня на воспоминания, как я сама чуть не стала милиционером. В 2002 году было объявление в газету, что требуется в милицию кинологи и еще на какую-то должность, я не помню, как она точно называлась, но там нужно было знать компьютер и работа на компьютере. Я компьютеры ненавидела, а собак я любила. И решила, что у меня как раз появился щенок, что нужно, причем порода была кавказская с немецкой смесь, сложная порода. Я думаю, надо подучиться, заодно там буду с собакой и думаю, буду навыки эти оттачивать на своей собаке. Ну, пришла я туда, приняли меня хорошо. Это мне на тот момент сколько было? Ну, 20 с небольшим. И, в общем, они мне задали вопрос, там беседовали, и они мне задали вопрос, а сможете ли вы пробежать 40 километров за лошадью? Это меня, конечно, очень озадачило. Ну, во-первых, я бегать вообще не очень-то хорошо умею, а во-вторых, ну, я не понимала, как тут кинолог и 40 километров за лошадь, причем тут лошадь вообще. Я их спросила, они сказали, что был у нас случай такой, когда потерялась лошадь, собака взяла след и 40 километров за этой лошадью, в общем, тащила кинолога бедного. Ну, ладно, побеседовали немножко, они говорят, иди к психологу. Ну, я прошлась к психологу, а была я одета вот на таких вот каблуках, такая вся в костюмчике. Я прихожу, она сразу посмотрела на меня и сказала, что вот если ты будешь кинологом, забудь про каблучки, про эту одежду, будешь носить кирзачи и штаны камуфлированные. Ну, это тоже меня как бы немножко огорчило, я об этом не думала, и плюс еще эти 40 километров за лошадью. Ну, ладно. Она говорит, ну, коль пришла, давай, садись, ну, проведем тесты. Я, значит, села, она говорит, рисуй слона. Здрасте, там лошадь, тут слоны. Я говорю, я не уверена, что я хорошо нарисую слона. Она говорит, мне не важно, как ты нарисуешь. В общем, на мой рисунок она посмотрела и сказала, тебе не к нам, тебе нужно либо учителем, либо журналистом, либо, в общем, куда-то туда, где ты должна, вот, ты, говорит, получаешь, и тебе потребность отдавать это. Ну, то бишь, получаешь знания, и тебе нужно ими делиться, 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 делиться. Ну, в общем, я благодарна этой женщине, потому что иногда я об этом вспоминаю и, как бы, понимаю, почему меня там то в одну сторону несет, то в другую. Ну, пошла я, а, я еще ей один рисунок какой-то там нарисовала, но я уже точно не помню, что она по нему сказала. Ну, она отправила меня обратно, причем мы с ней беседовали достаточно долго. Было интересно. Пришла я обратно к парням туда, в ментовку, и они мне начали говорить, то, что ты понимаешь, то, что там, ну, ты будешь выезжать там и к трупам, и в бомжатники во всякие разные, что там. Ну, они, в общем, мне рассказывали в красках все зрелища, что они видели, повидали. И я еще так думаю, блин, да еще 40 километров за лошадью, а надо ли оно мне? Они мне говорят, а почему ты не хочешь вот, ну, там, на другую должность, там, ну, с компьютером? И я говорю, нет, только не с компьютером. И, в общем, они говорят, ну, думай, думай. И я вышла и думаю, а нафиг оно мне надо? Еще 40 километров за лошадью состязаться, плюс там еще эти нормативы сдавать, медкомиссию постоянно проходить. И опять эта лошадь из головы не выходила. И, в общем, я отказалась. Думаю, буду воспитывать собаку свою, как воспитаю. Вот про воспитание собак я сделала отдельный ролик, потому что это стоит того. Я просто расскажу о своих выводах, которым я пришла за годы, годы общения с собаками. И так как я помню, что у меня рисунок слона был связан с тем, что я должна всем делиться, я хочу поделиться. Почему я хочу поделиться этой информацией? Просто даже сделаю как рекламу. От меня рекламы-то пока толка мало, но тем не менее, я просто искренне хочу поделиться, что я вчера нашла. И почему я делюсь? Потому что это наш производитель, это наш отечественный русский производитель. Именно поэтому я решила об этом сказать. Вот, смотрите, такую коробочку вчера увидели в магазине. Случайно вообще. Лёшик что-то ковырялся, там искал, а я поворачиваюсь, а у меня тут духи стоят. Я говорю, давай их нюхать. Вот первый пузырёк такой вот. Раз, я понюхала, и это оказался запах, ну, по крайней мере, очень похожий. Из моей юности, молодости, я их искала, я такой запах искала очень долго. Там они тогда, по-моему, назывались как-то там Куин что-то. Очень нежно, тогда был пузырёчек маленький, но коробочка тоже какая-то вот с какими-то цветочками такая нежная. И я просто обалдела то, что запах просто такой вот аромат. Он так обволакивает, как натуральный шёлк. Нежный, тонкий, прозрачный, такой весенний. Я вам скажу, где они произведены. Они произведены в городе Ижевске, Удмуртская республика. Так что это, что меня ещё в них удивило, это цена. У меня много разных духов, туалетных вод, разной ценовой категории. Я сделала вывод, что цена не главная, потому что у некоторых дорогих духов ароматы просто люди не выносят. А здесь, если даже я зайду в лифт с таким этим, меня никто не будет там проклинать и задыхаться, потому что он настолько нежный. Вот даже молодым девчонкам, когда в подарок там подыскивают, прям вот подросточкам, да, вот можно прям легко. И, ну да, они не так держатся, стойко, наверное, как дорогие, но я вчера вечером брызнула на руку, а утром проснулась, аромат ещё есть. Поэтому, не знаю, посмотрю. Они мне очень нравятся, называются они Маргарита. Так, здесь так, написано латиницей, что меня тоже разочаровывает, потому что я считаю, что нужно у нас в России писать кирильцы. Шрифты разные, очень замечательные и красивые могут быть. Вот у них с обратной стороны, правда, написано, что Маргарита. У вас всё задом наперёд, наверное, будет, хотя, может быть, нет. Стоят они теперь о цене. Сидите и не падайте. 200 рублей. Я даже не знала, что у нас такие цены есть. Просто 200 рублей. Я ещё переспросила, я Лёша позвала, говорю, посмотри здесь, какая цена. Он такой, 200 рублей. Я говорю, не 2000, он такой, нет, 200 рублей. И я думаю, надо брать. Чё? Ну, пусть будут в коллекции там. Ну, просто мне запах нравится, а почему не взять? Ну и что, что 200 рублей? На них же не написано, что 200 рублей. Теперь вы только знаете, что 200 рублей. Вот. Но запах классный. Не запах, аромат. Так что, не проходите мимо. Пользуйтесь нашими, отечественными. Выбирайте. Они есть тоже классные, хорошие, с нежными и с разными ароматами. Там целая полка была. Я просто все-то не стала это смотреть. Но это, мне кажется, можно найти на каждый вкус, цвет и цена. Просто цена, конечно, меня очень шокировала. На этом заканчиваю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok